ДТП Школьники Мирного готовы беречь родную природу. С экскурсией ребята посетили очистные сооружения города. Эфир продолжает «Время региона». С вами Марина Хохлова. Поздравления сегодня принимают наши учителя. Страна отмечает их профессиональный праздник. Сейчас в школах, детсадах и университетах Поморья работают более 9 тысяч наставников. 300 из них за учительский стол в этом году сели впервые. Как отмечают праздник молодые специалисты, расскажем далее. Снова в школу. Правда, в этот раз в роли учителя вернулась Екатерина Кемова. Здесь она учит детей английскому. Говорит, к новому месту с такими разными учениками, родителями и учителями надо привыкнуть. Но другой карьерой, кроме педагогической, и не рассматривала. С самого детства я мечтала стать учителем. Затем я поняла, что у меня есть склонности к иностранным языкам. Мама решила пойти на педобразование иностранных языков. Пришла сюда и довольна. Ученики радуют. Уроки проходят хорошо. Так что понимаю, что в своей тарелке нахожусь. Только в восьмую школу в этом году пришли пять молодых учителей. Эта профессия в Поморье заметно молодеет. Почти треть всех педагогов области моложе 35 лет. Начинающим преподавателям сегодня особое внимание. Так поздравить Екатерину лично пришел исполняющий обязанности министра образования Сергей Котлов. Екатерина Артемовна, мы вам пожелаем больших успехов, достижения всех ваших намеченных планов, хороших, благодарных учеников. И в лице всех педагогов, которые начали свою предъявительность, мы поздравляем вас с праздником Днем Учителя. Школы сделали региону свой подарок. В традиционном топ-500 лучших школ страны у нас отличные результаты. На территории области работает ежедневно дверь и открывает более 350 школ. Нам очень приятно, что 8 школ региона вошли в топ лучших школ Российской Федерации. Поэтому показатели, что Ангельская область занимает лидирующие позиции. Рейтинг формируют на основе результатов ЕГЭ и Олимпиад. В числе лидеров вновь оказался Архангельский государственный лицей имени Ломоносова, 6-я, 3-я гимназия столицы Поморья, а также Северодвинская школа номер 6. К списку в этом году присоединились Верхнетоймская, Карпогорская, 118-я, Октябрьская 2-я, средняя школа Устьянского района, а также 45-я из Архангельска. Говорят, рост интереса молодых учителей вроде Екатерины поможет продолжить этот список. Марина Хохлова, Алена Губаева, Сергей Зелинский. Время региона. Полторы тысячи молодых людей отправятся служить в этот осенний призыв. Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции военный комиссар Архангельской области. Что нового ждет призывников в этой кампании, о каких правах и льготах нельзя забывать, расскажем далее. Осенний призыв в честь столетия военных комиссариатов области уже стартовал на этой неделе. Молодых людей от 18 до 27 лет ждут в 26 призывных пунктах Поморья. Прошлый призыв показал, что сознательность молодых людей растет. Впервые я могу уже так вам довести, что на сегодня почти исключены случаи уклонения граждан от мероприятий, связанных с призывом. Их насчитывается около десятка, полтора десятка. Если раньше это было, вы знаете, я вам всегда докладывал полторы тысячи. Комиссар заверил, никто из срочников не поедет в южные или дальневосточные части. Нам задание пришло – это соединение части Северного флота. Это наше, как говорится, соединение части, которое дислоцируется на территории и Архангельской области, и Мурманской области. Это самое большое количество. Туда ребят пойдут служить. Треть отправится в московские и питерские формирования военно-воздушных, космических и сухопутных войск. Еще одна большая группа в Плесецк и на Новую Землю. Молодых отцов, а также тех, у кого родители в возрасте и со слабым здоровьем, пообещали не посылать далеко от дома. Учащихся техникумов от учебы отрывать не будут. Есть ряд денежных моментов, о которых должен помнить призывник и его семья. Срочникам-сиротам оклад по воинской должности положен в двойном размере. Женам призывников с детьми до трех лет весь срок службы полгода после увольнения выплачивают 13 тысяч ежемесячно. А супругам, родившим ребенка во время службы, единоразовая выплата в 31 тысячу. Главное – позаботиться о документах и заявлениях. Продлится призыв до конца декабря. Первую партию солдат направят в Санкт-Петербург 20 октября. На площади у морского речного вокзала Архангельска появились новые остановки. Две конструкции с козырьком и скамейками установили на месте отправления междугородних автобусов. Изготовили их по муниципальному контракту, а до конца октября должно завершиться благоустройство. Остановки будут с антивандальным покрытием. Однако не все пассажиры довольны. На ваш взгляд удобно или неудобно? Как оценивается? Ну, насчет крыши удобно, стен-то нет. Извините, у нас автобус прошел. Бюджет проекта 800 тысяч рублей. Скоро на пересечении Троицкого проспекта с улицы Воскресенской установят цифровые остановки с информацией о достопримечательностях города. Медаль «Отличник здравоохранения России» вручили врачу общей практики из Рикосихи Надежде Рыжковой. На селе она работает уже больше 30 лет. Участвовала в 16 международных проектах. Вместе с коллегами внедряла технологии телемедицины. Сейчас перенимает опыт у норвежских медиков. На прием к этому доктору заходят с улыбкой. Надежда Рыжкова находит подход к каждому. На приеме Надежда Николаевна. Очень приятно с ней пообщаться. Очень отзывчивая, внимательная. В медицине Надежда уже больше 30 лет. Сначала фельдшером в Лайском доге, а с конца 90-х врачом в Рикосихе. Рассказывает, еще когда училась, решила, что трудиться будет не в крупном городе, а на селе. Наверное, даже патриотизм какой-то, потому что вот, когда я училась, я уже конкретно знала, что я приду закончить институт, я буду работать в Приморском районе врачом. Деревенский врач была участницей 16 международных проектов. Вместе с коллегами внедряла технологии телемедицины. Сейчас перенимает опыт у норвежских медиков. Учится оказывать помощь пациентам с психическими заболеваниями. Несколько лет назад стала лучшим сельским врачом в России, а в этом получила почетную медаль «Отличник здравоохранения России». Я думаю, что и сами пациенты, они меня учат, потому что вот есть такие вот клинические случаи у меня, когда вроде безнадежный больной, но он живет и живет. И вот не то, что благодаря мне, не только благодаря мне, да, он живет, потому что у него есть внутренний стержень. Пациенты всегда благодарны этому врачу. Очень хороший врач, приветливый, знающий, все знает, лечит хорошо. Для Надежды главное в профессии – строгость и принципиальность. Именно поэтому, уверена Надежда Николаевна, многие ее пациенты быстро идут на поправку. Сейчас прервемся на рекламу. Не переключайтесь. Увидимся через несколько секунд. Золотой. Модно, стильно, доступно. Сережки с бриллиантами за такую цену беру. Какое бриллиантовое кольцо. Подвеска – просто мечта. Хочу. Двое молодых людей пострадали при столкновении с лесовозом. ДТП произошло накануне на Маймаксанском шоссе при повороте на Сульфат. По словам очевидцев, груженный пиломатериалами МАС уже практически завершил поворот на мостовую. На последних секундах поворота в задние колеса прицепа въехала десятка, которая двигалась прямо. На момент нашего приезда в машине находился мужчина. Предварительно была зажата нога. Медики уже оказывали ему первую помощь. То есть мы получили гидравлические инструменты. Возможно перелом шейного отдела, травма ноги. Скорая была на месте. Они оказывали помощь водителю. Помощь оказывали. Скорая приехала, он еще ходил вокруг машины. А после этого его забрала скорая. И, насколько я помню, у нее там диагностирован перелом стопы. И дополнительно еще какие-то травмы. Несмотря на то, что у него был перелом стопы, он ходил вокруг машины. Также 25-летний пассажир десятки получил серьезную черепно-мозговую травму. 20-летний водитель легковушки выбрался самостоятельно и получил травмы, не опасные для жизни. Водитель грузовика не пострадал. В Архангельской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Судить будут бывшего сотрудника подразделения УФСИН. 35-летний мужчина, управляя автомобилем в алкогольном опьянении, совершил ДТП во вторник. Как оказалось, он является сотрудником УФСИН по Архангельской области. По предварительным данным, 3 октября текущего года ночью на 300-м километре автодороги Бринавова-Каргабель в Вытигра подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в условиях ограниченной видимости со скоростью не менее 100 км в час, при возникновении на его пути следования препятствия в виде стоящего автомобиля, продолжил движение по правой обочине дороги, где допустил наезд на 35-летнего мужчину, менявшего колесо. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия. Назначена автотехническая экспертиза. В Поморье в четыре раза выросло число домашних арестантов, а это больше 8 тысяч человек, в том числе 188 несовершеннолетних. По данным УФСИН по Архангельской области, в регионе увеличивается число осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы. По сравнению с показателями прошлого года, произошло увеличение численности осужденных к наказанию в виде обязательных работ. По учетам уголовно-исполнительных инспекций, за 9 месяцев этого года прошло 1327 человек. Большая часть из них, почти 700 человек, была приковерена к данной мере за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Существенно выросло число лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. К 69 из них в течение 9 месяцев применялось оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. Существенно выросло число лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 64 до 214. К 69 из них в течение 9 месяцев 2017 года применялось оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. Основной запрет – выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, установлен для более 200 лиц. Общение с определенными лицами в отношении более 100 граждан. За нарушение порядка отбывания наказания условное осуждение было отменено и назначено реальное в виде лишения свободы в отношении 184 человек. Житель Верхнетоймского района отработает десятки часов за оскорбления полицейских. Суд признал жителя поселка Двинско виновным в публичном оскорблении представителя власти. Установлено, что мужчина, задержанный сотрудниками ДПС в состоянии алкогольного опьянения, во время составления протокола высказал в адрес сотрудников полиции оскорбление, выраженное в неприличной форме, чем унизил честь и достоинство представителей власти. Приговором суда ему назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ. Приговор суда пока в законную силу не вступил. 2017 год объявлен годом экологии. Ученики 3-го А-класса средней школы номер 3 Мирного относятся к изучению экологических проблем крайне серьезно. В прошлом году, выиграв Эко-баттл, они на деле доказали, что готовы беречь родную природу. А на днях у ребят состоялась ознакомительная экскурсия на очистные сооружения города. Вместе со школьниками на ней побывала Татьяна Хоботова. Репортаж наших коллег из Мирнинской телекомпании. На очистных сооружениях Мирного гости. Впервые сюда с экскурсии пришли школьники. Любознательный 3-й А со своим классным руководителем Татьяной Васильевной Сердюковой. О том, как работают очистные сооружения и какими способами здесь очищают воду, юным экологам рассказал инженер-технолог Ольга Константиновна Политова. То есть все, что мы получаем из точной воды, обсчитывается здесь. В химической лаборатории третиклассникам было очень увлекательно разглядывать многочисленные колбы, пробирки, приборы и узнавать, для чего они предназначены. Хозяйка лаборатории Нина Ивановна Сандук показала ребятам опыт. Вместе с ней они определяли, чистая или грязная в пробирке вода. И в результате получили желтый раствор, который нам говорит о загрязнении воды именно отходами человеческой жизнедеятельности. Экскурсия на очистные сооружения стала своеобразным продолжением уроков окружающего мира. Ну, что я хочу сказать. Мы посетили данное предприятие в целях ознакомления. И, конечно же, на уроках окружающего мира мы с ребятами вместе обсуждаем и говорим об экологии, и также о природных ресурсах, и о их сохранении. Итог необычному уроку подвел Максим Кузнецов. То, что нельзя загрязнять воду и природу. В столице Поморья пройдет открытый дистанционный командный турнир по робототехнике. Аналогов у этого соревнования в нашей стране нет. В этом году битва машин состоится уже в четвертый раз. К участию приглашаются команды школ Поморья и других регионов России. В составе команды может быть от двух до четырех человек. Юные программисты с пятого по одиннадцатый классы вступят в борьбу. Стоит отметить, что в старшей возрастной группе принимаются заявки и от студентов первого-второго курса профессиональных образовательных организаций. Регистрация команд пройдет с 9 по 29 октября. Сначала ребятам предстоит сконструировать робота по предложенной 3D-модели и изготовить обстановку, в которой будет функционировать машина. Потом соревнования. Для проведения турнира был разработан специальный сайт. Этот портал позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения состязаний и сделать работу жюри максимально объективной. Битва машин намечена на 3 ноября. Легкоатлеты Архангельска выявили лучшую команду в городских соревнованиях по эстафетному бегу на марафонской дистанции. В непростых состязаниях на набережной Северной Двины приняли участие 56 спортсменов из семьи команд. В состав каждой команды входили одна женщина, 6 мужчин и один ветеран спорта старше 50 лет. По итогам изнурительных соревнований первое место завоевала команда «Динамо». Еще два места на пьедестале достались первой и второй команде «Сафу». Лучшее время индивидуального бега показали Иван Резник, Дина Пахтусова и ветеран Виталий Колпачников. Снайперы Архангельской области продолжают завоевывать медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. На этот раз соревновательный день в Краснодаре принес бронзу мастеру спорта Сергею Круглову на всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении малокалиберная винтовка стрельба из трех положений на дистанции 50 метров. Накануне Сергей также стал третьим в новом олимпийском упражнении пневматическая винтовка 10 метров смешанной команды в паре с Дарьей Вдовиной. На сегодня это все новости. Увидимся завтра в это же время на телеканале «Свой регион». Всего доброго!